Я уверен у каждого из вас была ситуация, когда машина промчалась прямо около вас вот на таком расстоянии или вы поскользнулись и чуть не ударились головой о работающую бензопилу и вы подумали, вот дерьмо. Это было слишком близко, я ведь мог умереть. Вот сейчас реальная история из моей жизни. В детстве у друга на даче я упал с третьего этажа. Просто вышел в дверь, где еще не был построен балкон. Да, я не очень умный. Я упал на камни и потерял сознание. Когда меня отнесли домой и я очнулся, на мне не было ни царапины. Я ведь реально тогда мог умереть. Или я умер? Настало время рассказать вам о квантовом бессмертии. Вы просили меня это сделать, ждали, надеялись. Вот сейчас серьезно. Вы действительно хотите этого. Я пока изучал материал, я побывал в научном аду. Это словами не передать. У меня реально болела голова от новой информации. Ну или от того, что я не спал. Но важно то, что очень сложные вещи я постараюсь вам объяснить очень простым языком, чтобы даже такой человек, как я все понял. Поверьте, в двух словах этого не рассказать. Поэтому мне придется сначала объяснить все термины и показать все на других примерах. Ну что ж. Чтобы понять квантовое бессмертие, нам сначала нужно разобраться с котом Шрёдингера. Многие из вас не знают, что это такое, а те, кто знают, сотрите себе память, чтобы еще раз услышать эту историю. Есть такой эксперимент. Котейка заперта в ящике, в котором помимо нее находится крохотное количество радиоактивного вещества. Счетчик Гейгера, такой прибор, который фиксирует уровень радиации. К этому счетчику привязан молоток, а под молотком находится колба с опасным химическим веществом. В общем в чем суть? Радиоактивный распад является случайным процессом. Его не предсказывают. А значит распад случится 50 на 50. Шансы равны. Если он все-таки случится, это зафиксирует счетчик Гейгера. Он отпустит молоток, молоток разобьет колбу и кошечке не станет. А если он не случится, то кошка выживет. Но что этот эксперимент вообще значил? Так как мы не знаем, сработал счетчик Гейгера или нет, мы точно не можем знать, умерла кошка или нет. Пока туда не заглянули, разумеется. А пока мы туда не заглянули, мы задаем себе вопрос. Получается для нас кошка одновременно жива и мертва. За нее можете не переживать, потому что это был мысленный эксперимент, который был придуман австрийским физиком-теоретиком Эрвином Шрёдингером в 1935 году. Интересный факт. Все говорят, что это кот Шрёдингера, а это на самом деле исходя из оригинальной статьи была кошка. Вот тебе и разоблачение. Пацаны, а куда Серега пропал? Да он вроде рэпером стал. Говорят, живет полной жизнью. Не знаю, для меня он умер. Серега Шрёдингер. Звучит как тост. Жалко пацана. Говорят, что татухи на лице набил, дурак. Да вы точно об этом слышали, но это был не просто эксперимент, а один из ключевых моментов квантовой механики. Поподробнее. У нас есть много разных миров, если вы не знали. Микромир, макромир и мегамир. Макромир это наш привычный мир. Камера, рука, тело, гитара, дом и даже снежный человек. Мегамир это уже посерьезнее. Это планеты, солнечные системы и так далее. В общем большие ребята. А вот с микромиром все сложнее. Это молекулы, атомы. Это мир невероятно маленьких объектов. Но вот что интересно. В нашем макромире все можно объяснить классической механикой. То есть у нас работают законы Ньютона. Физика. Но в маленьком мире этого не происходит. Там творится вообще полная жесть. Мы с вами живем спокойно. Видим, как едут машины, как летают самолеты. И мы привыкли думать, что везде все происходит по этим же законам. А если где-то классическая физика перестает работать, то это уже мистика или за гранью нашего понимания. Так мы думаем. Квантовая механика как раз старается объяснить процессы, которые там происходят. А когда мы понимаем, что все происходящее там научно доказано, становится не по себе. Ну как? Интересно стало. Вот тут кроется самая сложность. Как сказал когда-то ученый-физик Ричард Фейнман, это нормально не понимать квантовую механику, потому что ее никто не понимает. Но в то время, когда он жил, ее может быть действительно никто не понимал. А я постараюсь вам все объяснить в двух словах. Очень сложно. Вот эти два слова. В квантовой механике все находится в суперпозиции. Что это значит? Вот книга. Вы ее видите. Вот гитара. Вы ее видите. Ничего необычного. А теперь представьте, что моя комната это квантовая система и книга не лежит здесь просто так. Она находится в суперпозиции, а значит в нескольких возможных состояниях сразу. Она лежит тут, висит тут, повернулась сюда и так далее. Неужели это законно? Незаконно это ни хрена. Нам сложно представить, что какие-то вещи будут одновременно в двух разных местах. Но как я уже сказал, в квантовой механике совсем другие правила. О нет. Это человек суперпозиция. Где он? Я везде. Но в микромире вместо книги служат фотоны, электроны. В общем все, что меньше атома. И происходит совершенно бред сумасшедшего. Нам, людям не нравится, что они находятся в состоянии суперпозиции. Мы пытаемся понять, где же они на самом деле. Мы хотим выяснить их единственное положение. И в этот момент, когда мы пытаемся это выяснить, суперпозиция пропадает и вы находите в комнате всего лишь одну книгу. Это звучит глупо, но когда мы пытаемся что-то измерить в квантовой механике, вся магия тут же пропадает. Объекты там настолько малы и чувствительны, что даже сам факт того, что мы пытаемся их измерить, нарушает их правила. Я тоже не сразу понял. Попытаюсь объяснить доходчивее. У нас есть бильярдный стол. На нем есть бильярдные шары. Один шар бьет другой шар и мы очень хотим зафиксировать траекторию. Мы берем фотоаппарат и просто фотографируем шар. Все. Он продолжил катиться. Мы ему не навредили. Потому что свет и вспышка это фотоны. Они бьются о бильярдный шар, но фотоны безумно маленькие. Поэтому шару от этого вообще ни горячо, ни холодно. А теперь представьте, что будет, если на бильярдном столе будут фотоны, которые мы хотим зарегистрировать. Мы берем тот же, грубо говоря, фотоаппарат, стреляем фотонами в фотоны. Они сталкиваются и так как они одного размера безусловно меняют свою траекторию. Это я к чему. Измерить микромир невозможно без вмешательства. Это все равно, что мы захотим сфотографировать бильярдный шар, а из вспышки будет вылетать еще миллион таких же бильярдных шаров. Это все очень грубо говоря. Если очень вкратце наблюдение за микромиром меняет этот самый микромир. Мы видим уже не сам по себе объект, а то, что мы с ним сделали. Но что такое наблюдение? Мне этот вопрос очень долго не давал покоя. Вот я сейчас наблюдаю камеру. Вы через экран наблюдаете за мной, но в квантовой механике это совсем другое. Помню, был такой сериал научный с Морганом Фрименом. Он нам сказал, что когда мы взглянем на фотон, мы тем самым поменяем его траекторию. Из чего он сделал вывод, что может быть сама реальность нереальна, а изменена нами же, потому что мы на нее смотрим. Он сделал такой вывод, исходя из экспериментов, на двух щелях, которые вы сейчас наблюдаете на экране. Если мы направляем свет через две щели, то фотоны ведут себя как волна. Это называется интерференция. И это совершенно нелогично на первый взгляд. И как только мы начинаем регистрировать, через какую именно щель проходят те или иные фотоны, интерференция пропадает и появляется совершенно логичная и ожидаемая картина. Убираем наблюдение, опять происходит нечто странное. Он породил огромный миф. Люди, когда это услышали, сказали, реальность нереальна, мы в матрице. Заговоры. Это выражение мне нравится. Но на самом деле, наблюдение и измерение объекта в микромире, это не наш взгляд, не какое-то разумное вмешательство, а всего лишь любой прибор, который может зафиксировать фотон или что-то другое. А эта фиксация в любом случае будет воздействовать на очень маленький объект в микромире. Мистики тут никакой нет. Фотон не какой-то умный спецназовец, который пытается скрыться от наблюдения. Просто мы своими измерениями нарушаем его квантовое состояние. Вот и все. И главный вопрос. Почему один объект находится в нескольких состояниях сразу? Это очень важный вопрос и на него нет единого ответа у ученых. Существует несколько интерпретаций квантовой механики и мне нужно вам о них рассказать, прежде чем мы подойдем к теме бессмертия наконец-то. Быстрей бы уже. Вы должны понимать, что это лишь гипотезы, то есть попытка объяснения того или иного явления. Копенгагенская интерпретация квантовой механики появилась в 1927 году. Ее сформировали датский физик-теоретик Нильс Бор и немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг. Что-то знакомое в последней фамилии. Вы ведь тоже любите сериал во все тяжкие. Уолтер Уайт как раз выбрал свой псевдоним в честь этого физика. Так вот, эта интерпретация гласит, что объекты в микромире возможны одновременно в двух и более состояниях. А в тот самый момент, когда мы пытаемся их измерить, мы тем самым выбираем одну из возможностей. Все остальные возможности пропадают. Что тебе надо? И у этой интерпретации есть как последователи, так и противники. Но лично мне намного больше нравится многомировая интерпретация. Что же это такое? В 1957 году ее озвучил американский физик Хью Эверетт. И она о том, что когда мы измеряем что-либо в микромире, вселенная, внимание, разделяется на две или больше и мы находимся в той, которая случайно попалась. Вау. Что? Весь мир раздвоился и теперь существует ученый, который измерил прибором фотон и весь мир теперь разгребает последствия этого типа эффект бабочки. В это же время существует другой, этот же ученый, которому попался другой вариант фотона и последствия могут быть уже совершенно другие для всего мира. Это же какой-то бред. Другие вселенные, мы матрицы заговоры. Но на самом деле этой интерпретации придерживаются многие ученые и на самом деле к сожалению там нет никакой мистики. И вот если мы будем утверждать, если мы примем на веру, что квантовая механика действительно такая всемирная общая теория всего, которая универсальна, которая действует абсолютно везде, мы также обязаны будем принять на веру и многомировую интерпретацию квантовой механики. Другой альтернативой нет. Именно многомировая интерпретация поможет нам понять квантовое бессмертие. Наконец-то я все понимаю, но без предыстории это было бы очень сложно объяснить. Вспомните кошку Шрёдингера. Мы не знаем, что с ней пока не открыли коробку. А у кошки кто-нибудь спросил? Бездушные вы скоты. Возьмем теперь человека. Посадим в эту же коробку и ему тоже никто не поможет. На человека в коробке направлен пистолет, который или стрельнет или нет. Это неизвестно. Если копенгагенская интерпретация верна, то когда пистолет выстрелит, человек просто умрет. Сорян. А вот если верна многомировая интерпретация, то с каждым нажатием на курок вселенная разделяется на две. В одной человек умирает, а в другой не умирает. Ну вот самый парадокс. Представьте, что вы тот самый человек в коробке и каждый раз, когда пистолет стреляет, вы выживаете. Какого хрена? Все дело в том, что вы можете наблюдать эксперимент только в том мире, где вы выжили. А это значит, что вы бессмертны. Вы никогда не умрете. Умрет другой такой же человек, только вас это никак не касается. Только этот эксперимент не надо повторять. Его никто не делал и вам не советуется. Скорее всего это не сработает просто. Эксперимент может считать удачным только человек в коробке. Вы постоянно выживаете, все отлично. Но это только в ваших вселенных. В других же, когда ученые откроют коробку, что они увидят? Правильно. Ошметки на стене от ваших мозгов. Здорово. Значит есть еще несколько параллельных вселенных. Согласитесь, это безумно интересно. Это наводит на мысль, что вы никогда не сможете перестать существовать. Всегда произойдет то, что спасет вашу жизнь или сделает бессмертным. Если все это имеет место быть, вы только себе представьте. Когда-то давным-давно маленький мальчик упал с третьего этажа. Он не вырос, не начал интересоваться наукой, не открыл канал и у него не появилась такой невероятной и крутой аудитории. Но это уже совсем другая вселенная. Нужно понимать, что у ученых нет единого мнения, как это все работает. У меня разумеется тоже, ведь я не ученый и я призываю вас не верить мне на слово. И если вас действительно интересует эта тема, искать самим и разбираться или посмотреть ссылочки в описании. Ученые, я уверен, потом в этом разберутся. Главное, что это работает. Благодаря квантовым технологиям мы получили такие крутые штуки, как... А давайте об этом в другой раз поговорим. Кстати-кстати, я в своем инстаграме скоро проведу конкурс, где разыграю свою гитару, которую я уже показывал. Она служила мне верой и правдой очень много лет. Я с ней выступал, она отлично звучит, в хорошем состоянии. Так как я решил точно ее разыграть, считайте, что она находится в состоянии суперпозиции. Она одновременно и у меня, и у кого-то из подписчиков. Вот, условия конкурса я расскажу в инстаграме, так что подписывайтесь. Да и вообще подписывайтесь там на фоточки, поемы, каверы и вообще хорошее настроение и атмосфера. Всех вас жду. Ребята, спасибо большое, что вы смотрели. Надеюсь вам понравилось. Надеюсь, что вы не зря так долго ждали тему с квантовым бессмертием. Я старался максимально просто вам передать всю ту жесть, весь тот ад, который я вычитал. В общем, надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Смотри, получается я вышел в дверь, где не было балкона. То есть только открыв дверь, я узнал, есть там балкон или нет. Балкон Шрёдингера. Сири, как написать научную диссертацию? Вот что мне удалось найти в интернете по запросу научная диссертация.